В одном из своих предыдущих видосов я делал аудит и диагностику оборудования, которое находилось в Германии. Кто не смотрел, вот оставлю ссылочку в описании, посмотрите. Сделал я этот аудит для одного из клиентов в России и в итоге оборудование было куплено. Так вот продавцом, который произвел демонтаж, перевозку и последующую растаможку оборудования, была компания АМГ. Ребята находятся в суровом городе Челябинске и сегодня я здесь для того, чтобы посмотреть, что же у них есть на складе прямо сейчас здесь, в России. Как изменилась ситуация, обязательно поговорим с ребятами по поводу введенных ограничений и то, какие сложности они испытывают. В любом случае, я думаю, что будет интересно. Последняя история была производства с бетоном связана. Такого ресурса, как у нас, его по сути никого в России нет. Наш подход при покупке оборудования на немецком рынке, он все равно профессиональный. Для немцев правило это святое. В позапрошлом году соотношение БУ к новому в нашей компании 70-30 было, то сейчас 100 к 0. Эмбарго коснулась достаточно большого сегмента товаров, в том числе для прачечной. Отдельная индустрия, это отдельный бизнес, он сложный, непростой. Да, кому надо с перлонутровыми пуговицами, нет проблем. Здесь не получится попасть в любой запрос. Машина загрузкой 110-120 килограмм, еще ни одна не приехала до склада в Россию, по дороге не продавшись. Это удачный месяц, мы, значит, успели выловить золотую рыбку. Слава Богу. Давай начнем с того, что вообще с какого фига ты решил заниматься прачкой? Да тут все просто достаточно. Тут же какая история, семейный бизнес в Германии. Мой брат родной занимается тем, что обслуживает прачечные. Обслуживая прачечные, автоматически возникает потребность замены оборудования. Поставляет новое, старое оборудование. Берут сток, своеобразный трейдер такой. Сформировался большой склад. На нем, по сути, был отсюда и ноги. То есть, он меня к этому сподвиг. То есть, я в свое время был достаточно далек от этого бизнеса, сейчас изменился. А чем занимался? Ну, скажем, последняя история перед… Последняя история, может, было производство с бетоном связанное. Я понял. Просто я почему-то удивлен, потому что вообще вот эта история прачечная, она… Ну, рынок, как бы, достаточно узкий. Все друг друга уже знают. И тут, значит, появляется какая-то компания МГ из Челябинска, которая просто врывается и начинает закидывать Россию в бэушном оборудовании. Ну да, да, да. Мы достаточно агрессивно заходили на рынок, да. Но мы, скажем так, имели для этого полное основание, потому что такого ресурса, как у нас его, по сути, никого в России нет. И, надеюсь, не появится. Слушай, ну, я понял. А как вот… Сейчас просто такая тенденция намечается, что собственники крупных компаний, да, они такие, типа, ну, у них же параллельные есть бизнесы с прачечными, да, и очень часто это, типа, там, поставка каких-то товаров из Европы. И у них свои брокеры, свой транспорт. И они, когда ты приходишь, они говоришь, давайте, там, купим туннельную машину, да. Они говорят, да зачем? Мы, типа, мы сами привезем, мы посмотрим, растаможим. То есть, как вот с этим быть? Ну, я, так, я понял. Ну, тут смотри, какая история. На самом деле, там, еще год назад, там, два года, три года назад, эта история срабатывала, ну, там, может быть, в одном случае из десяти, и были такие замороченные компании, которые были, да, сами готовы поехать, там, взять технаря, провести аудит, проведя аудит, самостоятельно заморочивая, затамаживание, транспортировка, растамаживание, монтажом и так далее. Но, опять же, таких было немного. И сказать, что они много выигрывали на этом, ну, вряд ли, потому что наш подход при покупке оборудования на немецком рынке, он все равно профессиональный. Мы можем и цену сбить где-то в прачке, мы можем и на какие-то недостатки указать, и мы знаем психологию немцев, мы знаем их менталитеты, знаем, где поднадавить, и как себя повести так, чтобы получить наиболее выгодную цену. Когда приезжает русский, с ним никто торговаться на прачке не будет, сто процентов. И он получит ровно ту цену, за которую он изначально увидел, по которой он увидел это изначальное предложение. Что касается реалий настоящих, то сейчас это просто невозможно. Сейчас ни одна немецкая компания ничего напрямую в Россию не продаст, к сожалению. Где-то эмбарго сыграло свою роль, где-то просто психологическое давление на немцев. То есть они сами, в принципе, ну как они говорят, бизнес есть бизнес, давай работать вне зависимости от политики. Но на них тоже давление большое, особенно на крупные компании. Давление в том плане, что если ты работаешь, окружаешь Россию, то значит ты уже какие-то там определенные внутренние правила переступаешь. Для немца правило это святое. Поэтому алгоритмы работы ГМБХ в Германии и ООО в России, оно сейчас практически невозможное. В нашем случае, почему это работает? У вас же есть компания в Германии. Да, да, у нас есть компания в Германии. И на нее не оказывается давление? Ну, и владеют русские, которым это давление примерно по одному месту. Ну, то есть, ну, какое давление? Для немца это все-таки какой-то, я говорю, вот такие вот моменты менталитета больше, что ли. А это, скажем так, русские немцы, которые 20-25 лет назад туда переехали и, по сути, являются такими же русскими, да, как и мы с тобой. И они грузят и продолжают вести этот бизнес. Поэтому вот та история, которая была ранее и была возможна ранее, я знаю, что ряд крупных компаний так делали часто. Ну, всем известные, да, там, самая крупная пятерка прачечных предприятий практически все время покупала непосредственно напрямую. Но вот сейчас я могу сказать, что запросы от этих компаний участились в разы, потому что сейчас они не могут получить предложение в Германии. Ну, в принципе, в Европе не могут получить. Ну, а может быть, это связано нисколько с тем, что они не готовы заниматься этим вопросом или с тем, что они не могут получить предложение. А может быть, это связано с тем, что, в принципе, они раньше покупали оборудование новое. Ну, это тоже кое-что. Ну, конечно, безусловно. Сейчас просто рынок подпросил так, что люди покупают именно вторичку более охотно. Вот я тебе языком цифр могу сказать, если еще в прошлом году, в позапрошлом году соотношение БУ к новому в нашей компании 70-30 было, то сейчас 100 к 0. Вообще ничего нового мы в этом году не продавали. И даже те компании, которые до этого ранее, я знаю, монтировали туннели под 500-600 миллионов евро, в этом году бюджеты в 150 миллионов, не миллионов, а тысяч, конечно, то в этом году в 150 тысяч уже для них неподъемные где-то в каком-то моменте. Поэтому акцент такой, что новое оборудование, во-первых, европейские заводы подняли цены, хорошо подняли цены. Тот же Лау Андрея Альянс подорожал в среднем за последний год процентов на 20. Но сейчас я вообще знаю, что с Альянсом проблемы, что типа негде привезти. То есть вообще это действительно так? Как-то так, да. То есть сам завод даже, ну, во-первых, смотри, завод поднял цены, цена поднялась, целесообразность покупки нового стала еще меньше. Плюс эмбарго коснулась достаточно большого сегмента товаров, в том числе для прачечной. И эти товары теперь возятся уже не какой-то прямой логистикой, да, нормальной, разумительной, а уже какими-то корявыми маршрутами. Тоже повлияло там на стоимость. Но здесь, ладно, здесь это отразилось и на новых, и на новых, и на старых товарах. Но что касается новых товаров, то заводы, ну, крупные, да, европейские заводы, как то Джирпауи, Меса, Лаундри Альянс, вот про кого я знаю, они на Россию напрямую практически не грузят теперь. То есть завод говорит так, что, окей, там, если вы хотите работать, ну, вот есть там партнеры, где-нибудь там в Казахстане, да, например, там, или, не знаю, в Армении, покупайте у них оборудование. Ну, и ты сам понимаешь, да, как это... Ну, да, 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 удлиняется логистика и цена вырастает. Логистика, таможенные пошлины в стране ввоза первой, таможенные пошлины в нашей стране и так далее, и так далее. И вот такая вот неадекватная цена на новое оборудование. С оборудованием бывшим воспалаться все равно попроще. Слушай, ну а как быть с тем, что сейчас реально курс снизился очень сильно, и это, ну, должно было выровнять немножко цены? Да, от логистика в три раза стала дороже. Да, но все равно логистика от стоимости оборудования, это сколько? Это же, это меньше половины, это, ну, сколько там? Ну, вот смотри, если мы говорим о новом оборудовании, то логистика от стоимости оборудования... 2%. Да. Да. Но если мы говорим о оборудовании БУ, то логистика от стоимости оборудования там далеко, наверное, за 50 ушагал. Сейчас? Да, на данный момент о стоимости оборудования. Это очень серьезная составляющая. И вот могу сказать абсолютно честно, что мы никаких спекулятивных вещей вот на этом фоне вообще не сделали. И всем клиентам говорю, и клиенты от нас это видят. И чувствуют, что мы нигде не стали спекулировать и манипулировать на фоне этой ситуации, просто такие космические цены делать. Как они были у нас в евро зафиксированы, и евро упал, так они в евро и остались. Но каждому клиенту объясняют, что сейчас привезти каждую машину из Германии, это ребус. И каждый раз это новые условия, которые добавляются. Первое, при затомаживании. Второе, при выстраивании логистических цепочек. Если раньше эта машина спокойно грузилась, у нас в Рутенбурге ехала напрямую в Москву или в Челябин, в зависимости от того, куда надо было приехать. То сейчас это все через третьи страны. Через третьи страны это все связано опять с дополнительными расходами, связанными с корявой логистикой. Потому что где-то контейнеры нам перестали давать. Где-то контейнеров просто не хватает. Где-то фура отказывается ехать в этот город, а в этот вот поеду. Где-то теперь происходит необходимость перегрузки в связи с заменой головной машины. Потому что они с Евросоюза в Россию ехать не хотят, мы не можем теперь ехать. Нам просто запрещено русским, белорусским машинам. И вот эти все моменты, они, конечно, в стоимость закладываются и сильно на нее влияют. Поэтому в БУ оборудование, логистика весомая составляющая. Я понял. А вот по срокам, насколько сейчас сроки удлинились? Ну вот, насколько удлинились. Ну если раньше, с момента погрузки до момента разгрузки, неделя проходила. То сейчас, я думаю, что надо месяц закладывать точно. И это без форс-мажоров, скажем так, да? Это без форс-мажоров. Ну вот, например, скажу тебе, что позапрошлая неделя ознаменовалась тем, что грузинские пограничники на границе начали выпендриваться и по каким-то причинам перестали пускать наши фуры. Почему? Что у них там в голове произошло? Какое правовое поле? Почему вы грузы, условно говоря, из Турецкой Республики не пускаете транзитом через Грузию? Какое это имеет отношение к ЕС? Ну вот они выстроили там 40-километровую пробку, которая до сих пор не рассосалась. И наши машины развернулись, загрузились на паром и по морю приехали в Новороссийск на пароме. И это была более простая логистика, чем проехать, вроде бы, казалось бы, соседнее государство. Поэтому форс-мажоров много, и я поэтому и говорю, что каждая сейчас поставка, она вот такой вот определенный квест по решению тех или иных задач. И теперь, боюсь, что так будет долго, наверное. Ну вот такие условия, это, конечно, влияет на цену. Хотя, конечно, курсовая вот эта разница на себестоимость именно товара, конечно, повлияла, значительно повлияла. И у нас есть клиенты, которые сейчас пользуются этой ситуацией, прям очень хорошо пользуются. Забирают машины, которые еще в прошлом году там стоили 2 миллиона, сейчас там за миллион, миллион 200 можно купить. Классный какой-нибудь комедистор килограмм на 100-150, который там будет еще пахать в России 20 лет. Я понял, но вот хорошо, а по запросам вот сейчас все-таки стало меньше, то есть рынок все-таки просел именно по количеству клиентов, да, или нет? Слушай, нет, вот сейчас пока нет. Ну, надеюсь, и не пока, и в перспективе нет. Нет, я бы даже сказал больше, видимо, это связано с тем, что предприятия прачечные, их руководители понимают, что ситуация может в любой момент поменяться так, что останется только вязьма в России. И они, видимо, пытаются затариться с каким-то вот таким длинным плечом, да, чтобы понимать, что у меня есть вот там запаси, или те, кто откладывали покупку оборудования, они сейчас решили все-таки закрыть этот вопрос, поэтому нет, наверное, сейчас объем возрос, но сейчас опять все равно будет сезонный спад, да, как известно в нашем деле летом, так или иначе это все будет сейчас. Все стирают, а они покупают оборудование. Да, 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 а все традиционно там зашевелится к октябрю, поэтому сезонный ждем спад, но в целом спада я бы не очень, я бы сказал, что эти кто-то попробует. Я понял, а вот вообще схема именно ввоза, то есть каждый раз это вот именно ребус, то есть каждый раз это исходя из новых каких-то водных, да? Ну да, конечно. То есть либо это водный транспорт, либо это на фурах, да, то есть каждый раз по-разному. В прошлый раз нам удалось, последняя машина приходила, сейчас поедем на спад, посмотрим, что с ней осталось, она проскочила напрямую, вот прям загрузилась. И это были какие числа вашего понимания, насколько было уже... Это был апрель. Апрель. Апрель, там вторая половина апреля, то есть в мае у нас сейчас, в мае нам пришлось уже бить на сборке. То есть мы уже фуру целиком не смогли отправить, нам пришлось все отправлять сборными грузами в зависимости от того, где находились клиенты. Но там правда хорошо было габаритное оборудование, это было целесообразно, то есть по деньгам это было не сильно. Но уже с машиной возникли проблемы, их просто не было. То есть весь российский, белорусский транспорт из Европы, который там подвис, он уехал, а немцы еще прибывали. Немцы, ну скажем так, основные перевозчики, это конечно не немцы, это прибалты и поляки, и они прибывали в таком, знаешь, агрессивном настроенном состоянии, что типа мы не будем вообще ничего возить и работать. Сейчас они успокоились, выдохнули, выдохнули, да, и поняли, что трафик сумасшедших был в России, в рамках их небольшой страны, да, ну если мы там возьмем какую-нибудь Литву там, да, с населением, не знаю, в пару миллионов, да, и они поняли, что для страны 150 миллионов они возили на самом деле много, и в их логистике, в их обороте, в этом логистическом, была большая составляющая. И сейчас они вернулись к тому, что все-таки возят нормально, уже без каких-то проблем. Вот сейчас у нас будет следующая машина грузится в 20-х числах июня. Хотелось бы попробовать все-таки, чтобы она приехала прямо, но как получится, только племя покажет. Я понял, я понял. Так, что еще хотел спросить по поводу... Ну а по поводу запчастей хорошо, вот оборудование бэушное, да? То есть, допустим, здесь вопрос решен, но вот я точно знаю, что заводы, вот с запчастями, есть заводы, которые занимают настолько принципиальную позицию, что они просто не отгружают запчасти. Да, это правда, и тот же план «Адрия Альянс» теперь перестал грузить на Россию запчасти. Вот, для наших клиентов мы покупаем, а также на свою немецкую компанию запчастные части и отправляем. Но вы возите, то есть, возите вместе с оборудованием? Да, комплектуем, да, вместе, машина идет, отдельная посылка, логистика дорогая достаточно получается. Хорошо, но смотри, вот, насколько я знаю, вообще запчасти, это же отдельная вообще индустрия. Это нужен, как минимум, отдельный человек, который будет сидеть, ковыряться в этих каталогах запчастей, подбираться. То есть, это же вообще все непросто. При этом, каждый раз остается риск, что ты закажешь не то, или там не для той машины, не для той модификации. То есть, вот, как, кто и кто вообще занимается запчастями? Ну, смотри, в рамках нашей компании, прямо скажем, то есть, это направление только работает для того, чтобы тем клиентам, которые работают с нами, было удобно. То есть, мы себя не позиционируем как компания, которая продает запасные части. Если ты правильно сказал, это отдельная индустрия, это отдельный бизнес, он сложный, непростой, огромные спецификации по каждой машине, своя история и так далее, и так далее. В Германии, в нашей компании есть отдельный человек, который занимается подбором запчастей. Он занимается только этим, и только это его основной профиль. Здесь, в России, это исключительно вот такой вот клиентский сервис, плюшка для клиента, чтобы ему было удобно. Если мы ему машину поставили, то мы обязуемся, что запчасть мы ему привезем, если, не дай бог, что-то случилось хоть как вообще. То есть, грубо говоря, если, вот я когда был на складе, там, да, на немецком, соответственно, там были машины, у которых заведомо там неисправен подшипниковый узел. То есть, грубо говоря, если клиент говорит о том, что, ну, я понимаю, я беру на себя всю ответственность, и я сам хочу поменять этот узел. То есть, вы можете, грубо говоря, закупить этот узел и поставить его прямо вместе с машиной. Да, пожалуйста, и такая практика часто случается. Конечно, когда мы уже комплектуем сразу каким-то зипом эту машинку, бывает клиенты просто покупают оборудование и говорят, я хочу какой-то вот комплект на год, на два, на три. Комплект формируется, отправляется вместе с машиной, и он уже без головной боли спокойненько ее эксплуатирует. Ну, и не секрет же, что европейские запчасти качества лучше, чем вся эта вот, там, история со всеми этими поддельными СКФами, там, и так далее, это же уже в России просто прям бич. В Германии, ну, подшипники, по крайней мере, не подделывают. Все, что мы привозили, ходят, служат. То, что в России напороться на подделку, ну, вообще на раз-два. Хорошо, а вот такой еще вопрос. Вот смотри, вот, насколько сейчас, вот в этих реалиях, да, целесообразно вообще держать склад в России, вот реально? Ведь получается, что клиент, каждый запрос, он весьма специфичен. То есть, ну, вот таких клиентов, которые приходят, как в гастроном, и говорят, вот я хочу вот такую машинку, только вот с перламутровыми пуговицами, да? Ну, их же, как бы, не становится меньше. То есть, люди, в принципе, они достаточно четко формируют свое, как бы, свои требования, да, к машине. И смысл, то есть, платить, да, держать склад, именно сейчас в нынешних реалиях, да? Есть смысл этого или нет? Потому что, я вот помню, ты рассказывал, что была проблема, чтобы привезли поточную линию, да? И она вот стоит, и стоит, и стоит. Ну, то есть, вот, насколько это вообще имеет смысл? Ну, я тебе скажу так. За годы работы мы все-таки уже определили определенные сегменты, в которых это целесообразно. Да, это, наверное, не поточной линии в настоящих условиях, к сожалению. Хотя еще там два года назад это было тоже целесообразно, потому что этот бизнес достаточно стремительно развивался, особенно если брать московский регион, да, Питер, Центральную Россию, там достаточно хорошо, хороший импульс развития имел, укропнялись предприятия, то сейчас, да, такое крупное оборудование на складе, ну, мы, наверное, в ближайшее время держать не будем. Такое оборудование мы будем грузить с нашего немецкого склада. Что касается промышленности, стиральных машин, сушильных машин с загрузкой, там, до 50-60 килограмм, такую технику мы держим в складе. Это целесообразно. Да, кому надо с перламутровыми пуговицами, нет проблем, сток в Германии огромный, пожалуйста, выбирай. Если тебе не важны сроки, если ты любишь рисковать в настоящих условиях, нет проблем, мы попробуем тебе это привести. Если все-таки у человека есть понимание, что ему нужно здесь и сейчас быстро, и он хочет это пощупать, посмотреть, он хочет, чтобы при нем это запустили, он мог это своими глазами проверить, убедиться, что все нормально, то, пожалуйста, есть вклад, бери отсюда, и тогда уже как-то немножко может быть ущерб своим хотелкам, да, она будет там, может быть, на 28, а не на 30 килограмм, как ты хотел, но здесь и сейчас. Попасть, конечно, так, чтобы прям всем и все, ну, это же специфика, в принципе, бушной техники, да. Здесь не получится попасть в любой запрос. Этот рынок, он все равно так, точнее не рынок, а склад, он все равно стихийно формируется. И завод, когда ты приехал, сказал пальцем, надо вот это вот, в таких характеристиках они ее произвели. Все-таки мы забираем то, что практичные предлагают, да, что практичные предлагают, да, что практичные предлагают. Поэтому здесь всегда, наверное, какая-то ограниченность выбора, она будет. Но, тем не менее, ассортимент большой, ну, 90% клиентов будет творять свои запросы. Ну, есть, конечно, кто дальше идет искать новое и так далее. Ну, смотри, а вот если вот статистику какую-то подвести, какая самая ходовая, вот если не указывать вилку, потому что я вилку примерно понимаю, что это там от 30 до 100 килограмм, скажем, самые ходовые машины. Ну, вот если выбрать конкретную загрузку, и вот какие машины конкретно у вас уходят вот лучше всего? Ну, вот я тебе скажу, что машина с загрузкой 110-120 килограмм, еще ни одна не приехала до склада в Россию, по дороге не продавшись. Хорошо, я понял, хорошо. То есть неделя и ее нет. Я понял, сколько машин таких продано? Ну, я тебе скажу, что таких машин, в принципе, немного. Ну, если их появляется одна-две в месяц во всей Европе, то это хорошо. Это удачный месяц, мы, значит, успели выловить золотую рыбку. Ну, то есть в целом одна-две машины с такой загрузкой в Россию, то есть вы привозите в месяц, как минимум. Да, где-то. Ну, это нормально, это вообще немало, скажем так. Ну, сложно сказать. Большая страна, 150 миллионов. Я тебе скажу, что оборот, допустим, в Германии, хотя вроде 80 миллионов, да, практичный бизнес же напрямую зависит от количества жителей, да, условно говоря. Чем больше жителей, тем больше больниц, больше тех же железных дорог, всего-всего-всего, что нужно обслуживать. И у них оборот техники больше, чем для нашей страны, в которой практически в два раза больше жителей проживает. Вот как-то так получается. Нет, ну там больше того, там же, в принципе, из-за того, что они считают энергоносители, они стирают на поточных линиях, потому что это, ну, то есть в одной Германии поточных линий там в 10 раз больше, чем в России. Да, да, да. Вот, понятно. Так и есть. Вот, ну и если мы говорим о таких тоже бестселлерах, то, ну, машина на 25-30 килограмм электрическая, это прям наше все. У нас в России каждая прачка стремится такой заблодеть. Нет, нет, нет. Обычно люди начинают с того, что они покупают колонну стирка-сушка на 7 килограмм. Да. То есть и с этого начинают с любой прачечной. Потом они говорят, нет, мы серьезная развивающаяся компания, нам надо укрупняться, поэтому мы переходим на машины 15 килограмм. Ты забыл, у них еще есть первоначальный этап, это когда они Indesit покупают. Да, 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 Indesit LG на 12 килограмм с этим, с щеточным мотором и без, как вот, с прямым приводом. С прямым, то есть, типа того, что без ремня машина надежная, а потом, когда у них там тахо-датчик выходит из строя, такие, ой, а что с этим делать? Да. Ну, да, да, понятно. Поэтому есть уже понимание, да, сфер, где в каждом направлении, там, в стирках, в сушках и так далее, что просто однозначно будет продаваться. И есть понимание, чего продаваться в России, вряд ли когда будет. Ну, вот, постараемся как-то так, исходя из этих условий, формировать склад. Что сейчас есть на складе? То есть, что можно посмотреть прямо сейчас? Сейчас есть на складе. Ну, вот есть, кстати, сто, сто пятнашка, она готовится на обгрузку, она уже, как я и говорил, куплена не приехав еще даже на российский склад. Две недели, две недели даже практически мы ее обслуживали, приводили в порядок. Немножко подзатянулось из-за того, что подшипник ждали долго, пришлось заказывать. В России не нашли подшипник соответствующий, не было ни на складах, нигде. Вот тогда я, кстати, обращался, чтобы ты мне порекомендовал, где бы еще можно было посмотреть. У тех ребят тоже не было. Обалдеть. Вот, да, они сказали, что нет, и срок поставки там какой-то был сумасшедший, в итоге притащили мы из Германии. Эта машинка, она готовится обслуживанию, есть пара сороковок паровых, есть у нас гладильная линия есть одна на складе, но она такая небольшая, одна волковая. Ну, такой формат для небольшой прачки привезли последней машиной. Ну и мелочевка, сушки, стирки, там небольшой загрузки. А поточную линию там все-таки и продали? Да, конечно. Слава, слава богу. По задней части ощущение, что это жарбау, нет? Да, да, да. Да? Нет, по задней части я выделил. Типа четвертое поколение? Четвертое поколение, если 10 килограмм. Мне предстоит замена подшипникового узла на чуть поменьше машине, я его не менял ни разу. Слушай, такой вот этот сливный клапан уникальный какой-то, да? То есть два пневмоцилиндра. Значит, 110 килограмм. Вот она продана сейчас, да? Да. Вот сколько денег? Полтора. Да, с учетом того, что мы ее... Что узел будет заменен, да, подшипниковый? Слушай, а вот это не та ли машина, которую я там смотрел, нет? Да, они здесь уже. То есть уже привезли? Они уже. Везли деловыми линиями, прямо из Германии, да? Так, а сушка вот, например, она сейчас продана? Нет. Ну а цена какая сейчас? Ну я тебе скажу, что в два раза дешевле, чем новая. Я думаю, что несмотря на то, что оборудование вот 94-го, я не думаю, что она сильно хуже у Немака. А я так понимаю, немцы вообще любят почему-то вот такую схему. Да. Как бы привода. Да, привода, да. Я не понимаю, с чем это связано, но как бы встречаю не первый раз. Есть такое. Причем вот такого формата, вообще вот эта вся схема, это вообще дремучая-дремучая вещь. То есть это очень давно они делают, уже лет 25-30, наверное. Вот 234-ка, вот допустим, вот с этим интерфейсом, да, PS40, сколько денег? Примерно. Вот она у нас, ну да, 234-я. Ну примерно 1400. Уже обслуженная, с новым подшипниковым узлом, сальники. Если она электрическая, то ТЭНы обычно тоже новые ставятся. Ну и с гарантией, конечно же. Сказал, ты просто уже, мне уже летцы говорят, блин, забери, ну в металлолом дорого везти, а место Фури осталось. Но при этом на машине просто вообще не люфта, подшипники. Сильтеков все, да? Мы даже ничего не делали в ней, вот просто она как приехала, так и стоит. Так, это у нас складыватель, да? Да, да, да. Эта линия, она небольшая, скажем так, для небольшой трачечки. Одна волковая, метр двадцать вал у нее. Я скажу, что это 98-й год. Блин, ну ты даешь вообще прям в точку. Серьезно? 97-й или 98-й? Ну потому что это точно не 93-й, потому что в 93-м немножко, ну, они, как бы, модификация немножко другая была. И по покраске немножко другие. Сейчас я посмотрю. Шильдик был, знаешь, где? Шильдик был там, где приводная сторона. У нас приводная сторона здесь. По идее, шильдик, вот если открыть. Ну вот смотри, она линия, скорее всего, была скомплектована в одно время. 98-й, ну вообще. Вот, кстати говоря, ощущение, что моторы производят та же компания, что и для электролюкса, судя по крышке и вообще по всему. Ну вот подшипниковый узел отличается. Реально отличается. Подожди, 176, это получается она типа на 17 килограмм, да, загрузка? 176, да. Угу. Ну достаточно массивный. Достаточно массивная ступица для такого, для такой маленькой загрузки. Плюс нержавеющий, не только барабан, но и внешняя облицовка вся. Сейчас уже все красят. Никому не хочется делать из нержавейки внешние все эти облицовочные панели. Саша, ну смотри, вот такой вопрос. Вот когда вы только заходили, да, на рынок, вы же сразу продавали готовые, да, машины. То есть вы не занимались ремонтом. Почему, вот, скажем так, пришлось заниматься ремонтом в России? Или все-таки это для расширения, там, я не знаю, своих возможностей? Какая причина? Ну, когда мы только начинали, да, обслуживали все машины немцев у нас. То есть на немецком складе техники обслуживали машины, меняли узлы, которые требовали, требовали ремонтных работ. Вот, но стоимость ремонтных работ в Германии очень дорогая. Средняя замена ступичных подшипников с сальниками на машинке, там, 15-18 килограмм, это 600-700 евро. Это без запчастей? Это без запасных частей, это только ремонтная работа, которую ты должен будешь человеку заплатить за ремонтные работы. Поэтому было принято решение, что нужно формировать свой штат тех специалистов, которые будут в России это делать. Потому что мы прекрасно понимаем, сколько стоят трудозатраты в России, сколько стоят в Германии за 700 евро у нас человек с руками будет практически месяц работать. Работает, да? Хорошо, ну смотри, и получается так, что вот немцы восстановили там машину, там, подшипниковый узел, там, что-то поменяли. И при этом на эти 700 евро ты не можешь увеличить стоимость машины, верно? Ну, конечно, конечно, есть устоявшаяся определенная рыночная цена. То есть тут возникает вопрос вообще о маржинальности такого мероприятия. Возможно ли при таком раскладе что-то заработать? Мы же тоже тут занимаемся исключительно коммерческой деятельностью. И исключительно альтруистические начала. Они не работают. Поэтому ремонтировать в Германии очень накладно сложно. Есть, конечно, задачи, которые приходится решать с помощью немецких техников, но мы сейчас все больше приходим к тому, что есть видеосвязь, есть там, ватсап, созвонились. У нас есть русскоязычные ребята в Германии. И просто начинаем разбираться совместно. То есть показываем, у нас вот это вот не работает. Не знаем, что, как сделать. Инструкции не можем понять, там, схеме не можем понять. Все, и ребята нам уже опытные начинают рассказывать, показывать, как нам эти вопросы закрыть здесь, в России. Вот таким образом у меня произошел визит в компанию АМГ, которая находится в Челябинске. Посмотрел я их склад, вы сами все видели. Цены я выборочно какие-то озвучил, какие-то нет. Вы будете отправлять запросы, обращайтесь. Я думаю, что они смогут вам помочь. Безусловно, есть проблемы сейчас в связи с санкциями. Каждый раз это определенный ребус с таможенниками. Каждый раз какие-то проблемы. Но ребята их решают. И что мне больше всего понравилось в их настрое, это то, что прозвучала фраза о том, что именно подобные сложные времена, назовем их так, выявляют, кто действительно на рынок зашел надолго и всерьез, а кто компания-однодневка. Ребята настроены серьезно. И мне очень нравится их подход и их настрой. Можете смело обращаться, если что-то с оборудованием будет не так, в чем я очень сильно сомневаюсь. Ребята отвечают по гарантийным обязательствам. И я смогу в конце концов к вам приехать и запустить все это оборудование. Направляюсь сейчас назад в Москву, снимать для вас очередные интересные видео. Оставайтесь на канале. Все самое интересное впереди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok